здравствуйте друзья в этом ролике я хочу показать значит продолжение сундучка изготовления то бишь я сделал такие вот украшалочки они сейчас не приклеены и не просто как бы на щипчиках кстати щипчики вы не подумайте что это прямо такая нищета что не могу купить себе такие просто тестировал ленту когда купила ну что просто так не пилить поделал такого типа щипчики но я знаю вроде работают как говорил мой учитель говорит каждая струбцина это лишняя рука так она есть это как слабенькая рука но все-таки рука значит я вот сейчас поставлю я не стал показывать как я изготовлял что понятно вы прекрасно загадали что я это сделал на своем чудном станке не защелкиваются то есть такое вот я поставлю обрисую где крестики значит занимают своего пространства там не ставить не буду чтобы лучше приклеилось потом когда я составил его с помощью вот такой вот щетки это жесткая щетка есть мягкие я купил жесткую потому что она более рельефная все это делать потом я приклеил все эти украшалочки и передам своему сыну он будет дальше оковывать вот латунью делать замочки там петли по замочке может даже петли сделать не знаю но пока сейчас будем его старить и и и и и Продолжение следует... После металлической щетки я пройдусь своей пиралью, пираль ей, такая пластиковая щетка с алмазным напылением, только для того, чтобы весь ворс, который подняла металлическая щетка, сладить, как бы подшлифовать. В принципе, потом можно какой-нибудь на поролоне шкурочки обратиться, и это будет все. Значит, что я хотел сказать. Для старения дуб вообще подходит как ничто лучше. Хотя сосна, как ни странно, она в три раза дешевле, но еще лучше. Но вот такие породы, как тополь, допустим, осина, альхани вообще не подходят. А в основном твердые породы дерева не подходят. Желательно, чтобы распил был тангенциальный, потому что радиальный, ну вообще он просто полосатый, ничего особенного. А так на тангенциальном видно именно красивое рисунок дерева. Обратите внимание, на что он стал похож. Это я к тому, что много струбцин не бывает. Я вообще мечтал бы иметь каждого вида струбцин штук по 10. Наверное, тогда бы я успокоился. Они у меня все разнокалиберные, ну хотя бы по парам. Хотя некоторые и без пар. Ну, ждем, чтобы высохла. Ну вот, ребята, как-то так будет выглядеть сундучок. На этом этапе я заканчиваю, передаю его сыну. Дальше он будет его оковывать, заклепывать, навешивать. Потом он вернется ко мне, я его покрашу. Вот после покраски он станет красивый, когда повыделяются все волокна. То есть я вместо того втирания буду красить. Но это будет другое кино. На этом сегодня все. До свидания. До новых встреч.